Тогда пока народ думает, Александр Юрьевич, мой вопрос. Вы описывали систему управления контентом. Мы хотим, желаем работать на бесплатном контенте. Правильно ли я скажу, что если бесплатно создавать сайт, то необходимо создавать сайт на Wordpress? Ну, если это Wordpress, то это да, это любой контентный сайт или корпоративный сайт, блог, информационный сайт, интернет-магазин небольшой, ну, допустим, там, ну, грубо говоря, даже до 500 товаров. Если это интернет-магазин и бесплатный движок, то можно рассматривать OpenCard, он тоже бесплатный. Можете повторить, второе название, второе название, OpenCard, OpenCard, он тоже бесплатный, но он для интернет-магазина. А вот аналоги, отечественные аналоги Wordpress есть для информационных сайт? Не думаю. Ну, и нету смысла, потому что это всемирный такой, всемирный CMS, в который очень много готовых решений, плагинов, тоже бесплатных. И программистов, работающих с этими платформами, если на будущем что-то доработать нужно будет, к примеру, то их тоже тьма. То лучше работать то, что массово используется, чем искать что-то такое малоиспользуемое. То есть используйте, если сайт Wordpress, магазин OpenCard, ну, вот как-то так, то есть лучше использовать эти CMS, как минимум, бесплатные. А вот якобы есть бесплатный функционал в джунгле, его можно использовать? Можно, но джунгла будет сложнее. Джунгла сама по себе появилась, ее использовали раньше или 10 назад, чаще, чем Wordpress. У меня даже первый сайт тоже был на джунгле. Но, честно, в данном случае сейчас лучше смотреть в сторону Wordpress, он проще. В использовании будет, ну, в раз в 7 проще разобраться в новичку, чем с использованием джунгла.